Привет! Я обожаю творожные запеканки, готовлю их достаточно часто и обожаю с ними экспериментировать. Поэтому сегодня мы сделаем не просто творожную запеканку, а добавим в нее маскарпоне. Она получится нежная и воздушная. Для начала берем яйца и отделяем белок от желтка. Вы уже помните, что яйца перед приготовлением нужно обязательно помыть под краном. Желтки складываем в глубокую миску, а белки нам пока не понадобятся, вспомним о них чуть позже. Теперь берем сыр маскарпоне и добавляем его к желткам. Изюминка этого рецепта как раз в добавлении маскарпоне. Я вам настоятельно рекомендую его ничем не заменять. Теперь туда же добавляем обычный творог. У меня творог был зерновой, но если любите однородный, лучше возьмите творог в брикетах. И насыпаем немного манки. Я взяла 90 грамм. Теперь все нужно очень-очень хорошо перемешать до однородного состояния. Настала очередь белков. Их нужно взбить вместе с сахаром до пышной белой массы. Лучше всего, конечно, делать это с помощью миксера. Я взбивала на максимальной скорости примерно 3-4 минутки. Перекладываем белки к творожной массе и снова перемешиваем, но делаем это уже аккуратно, чтобы пузырьки воздуха не полопались. Движения должны быть не интенсивными и плавными. Берем форму для запекания и смазываем ее небольшим количеством сливочного масла. Если используете силиконовую форму, этот шаг пропускаем. Выкладываем в форму творожную массу. Прошу обратить внимание, что чем меньше форма, тем выше получится запеканка. Сверху запеканку разравниваем с помощью столовой ложки, чтобы корочка получилась красивая, и убираем в разогретую духовку. Готовим при 180 градусах примерно 1 час. Дверку духовки при выпечке запеканки лучше не открывать, особенно в первые 20-30 минут. Вот такая красивая и румяная получается запеканочка. Ее лучше немного остудить и потом нарезать на кусочки. Если вы будете резать ее в сильно горячем состоянии, она может крошиться и ломаться, но хотя тоже будет вкусной. Приятного вам аппетита! Субтитры создавал DimaTorzok